Нью-Йорлэнд приветствует вас! Сегодня, в ночь со вторника на среду, я, ночной ник, растворюсь в эфирной нирване. Да, я последний раз на этой волне веду эту программу, рассказываю о новостях нашего несперчьего города, выслушиваю вас, даю бравые советы, угощаю музыкой и рекламой. Пока у нас с вами есть эта ночь, одна единственная здесь и сейчас. Но, надеюсь, грустная музыка не повлияет на наше хорошее настроение. Ведь, как бы пафосно это ни прозвучало, эта ночь главная в моей жизни. А эта программа главная моя программа. А вы, черт возьми, даже если совсем этого не хотите, мои главные слушатели. Ну что, начнем? Не спящий город. В эфире радио Неверлэнд, ночной ник и программа Не спящий город. Продолжим нашу программу. Люди с разными пострастиями в искусстве и даже совсем без таковых могли насладиться тишиной на фестивале. Организаторами была выделена специальная кода бесплатных билетов для глухонемых зрителей. Во время проведения фестиваля действовал запрет на разговоры. С нарушителей взимался штраф в размере трех базовых величин. Молчаливая полиция строго следила за соблюдением правил. Организаторы фестиваля раздали беспроводные наушники и устроили огромную возможность побыть в тишине. Также работал информационный зал с бесплатным интернетом, где отзывы оставили порядка семи тысяч посетителей. А на главной площадке фестиваля тишины проходил концерт жестовой песни. Неслышащие артисты театра клаустрофобия пели о любви. Вы знаете, я был на том концерте, и неожиданно для себя понял простую вещь. Мы совершенно затерли смысл привычных слов. А движение рук оказывает так, усиливает значение, что порой ком поступает в горло, и невозможно дышать. И когда вам говорят, я люблю тебя, вначале прижимают руку к сердцу, а потом протягивают его, ты вдруг осознаешь, что любить это отдавать свое сердце. А не требовать сердца другого. Но напомню, что тема нашей программы — фестиваль тишины. Вы знаете, это событие потрясло меня даже больше, чем начавшийся ремонт на нашем радио. В нашей эфирке опять поменяли обивку стенок. Теперь вокруг меня черный бар. Шипуем. И кризис нам не почем. Еще бы вот свечи на культе, и свечи плать. Прям логово вампира. Жаль, что вы не можете оценить прелесть картинки своими глазами. А вот в прошедшие выходные на яхтах господина Серафимова цвета биткина сцена каюта ценить было невозможно. Вне фестиваля там царила не только полная тишина, но и полная темнота. На яхтах были обустроены одиночные каюты с высокой шумоизоляцией, куда могли прийти уставшие домохозяйки, закруженные безмесмены, и выспаться в полной тишине. Вы знаете, в последнее время я чувствую себя, как мокрая соль в соломке, не высыпаясь. Но я не смог уснуть на яхте, это не проблема интерьера, ведь в каютах было абсолютно темно. Просто возникает странное состояние безопорности, когда исчезают приличные звуки и скрип паркетных доски и тиканье на стенах часов. Во абсолютной тишине мозг взрывается сотнями мыслей, которые то распускаются, как цветы, то лопаются, как воздушные шарики, то окатывают тебя ушатом ледяной воды, то бьют булавой по голове. И кому ненужные рефлексии превращают все твое тело в напряженный каменный комок нервов. И миллионы вопросов светлячков овкурсировать на границе сознания. И только в тишине ты понимаешь, как сильно боишься тишины. Да, это случилось давно. Шесть с половиной лет назад я стал бояться тишины. Она перестала быть медитативной, наполненной смыслом. Она стала шуткой, страшной. И чтобы уйти от тишины, я стал коллекционировать звуки, стремиться к ним, собирать их. Скрип тела и кровати при прибуждении из-за доли секунд противного будильника. Шлепанье тапок по полу, бурление кипящей воды в чайнике по утрам, журжание компьютера, получающее очередную порцию спама, журжание электробринзы, журчание воды из крана, сычный отсчет секунд на стенами, часами, долгающими тебя в спину. Работать, работать, работать! Шуржание мобильника, голос шефа в трубку, щелчок в закрывающейся двери, топ от шагов по лестнице вниз из подъезда, а через полчаса вверх в офис. Шорох шин из тормозов, короткий язычный мат по спасению не сбитой кожи, приветственные кидания в офисных территорах, нервные покажки у него не на планерке. Музыка! РАДИО В НАУШНИКА! Я просто стал бояться тишины. Может быть, поэтому я и пошел работать. на РАДИО. В ИТЕЕ РАДИО НЕВЕРЛЕНД НОЧНОЙ НИК И ПРОГРАММА НЕ СКОЧИЙ ГОРОД В ИТЕЕ РАДИО НЕВЕРЛЕНД ГОРАДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...